Здравствуйте! Сегодня среда, 23 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Возможно ли военное противостояние КНДР и Южной Кореи в ходе боевых действий в Украине? Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему Соединенные Штаты не снимают запрет на применение ВСУ ракет Атакамс по объектам на территории России. Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Они состоятся больше, чем за полгода до формального истечения срока полномочий Александра Лукашенко. Также сегодня. Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другого, другого. Командир полка чеченского спецназа Ахмат Абтиалаудинов рассказал, сколько тяжких преступлений совершили российские военные в Курской области. Вновь начну с темы, которая активно обсуждается все последние дни. Речь идет о переброске в Россию военнослужащих из Северной Кореи, с которой Россия недавно заключила договор о взаимной военной помощи. Пока северокорейские военные замечены только на Дальнем Востоке, но некоторые военные эксперты полагают, что первые подразделения армии КНДР появятся на фронте в Украине или в Курской области уже в начале ноября. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что наиболее вероятен вариант именно с Курской областью, так как тогда можно будет объяснить присутствие северокорейских войск оказанием военной помощи, подвергшейся агрессии России. Владимир Зеленский, который фактически первым заговорил об отправке подразделений из КНДР в Россию для их возможного участия в войне против Украины, призвал отнестись к этому со всей серьезностью. Нам нужна решимость партнеров, особенно учитывая информацию о новой роли Северной Кореи в поддержке России. Очевидно, что Путин боится мира и ищет пути, как продолжить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего света это очевидный сигнал. Кто хочет этой войны? Это был президент Украины Владимир Зеленский. Представители Северной Кореи информацию о переброске в Россию северокорейских войск пока опровергают. Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Джон, назвала высказывания Киева, а также южнокорейские разведки по этому поводу безрассудными, а саму Украину и Южную Корею собаками, выведенными в США. С опровержением выступил и представитель КНДР в Организации Объединенных Наций. Кремль же заявление делает крайне расплывчатые. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, как я уже упоминал, вчера в понедельник предложил журналистам обращаться в Министерство обороны, так как это касается так называемой специальной военной операции. Песков ссылался и на то, что Пентагон не подтверждал присутствие военных из КНДР на территории России. Вот что он тогда сказал. Это вопрос, который касается, наверное, ведения специальной военной операции. И вам нужно обращаться в Министерство обороны. Это первое. Второе. Вы знаете, что Северная Корея, Корейская Народная Демократическая Республика, является нашим близким соседом, нашим партнером. И мы развиваем наши отношения во всех областях. И это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше. И третье. Мы видим много противоречивой информации. Южные корейцы заявляют одно. Потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Действительно, до сегодняшнего дня официальные представители администрации США говорили, что у них нет подтверждения информации об отправке северокорейских подразделений в Россию. Но сегодня министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Италии впервые заявил, что такое подтверждение американской разведкой получено, и что это может иметь серьезные последствия не только для войны, которую ведет сейчас Россия против Украины, но и для ситуации в мире, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время отметил Остин, какова цель переброски военнослужащих КНДР в Россию, пока до конца не ясно. Вот как Ллойд Остин ответил на вопрос о том, почему иностранные военные оказались нужны Путину. Мы уже наблюдали, как КНДР передает России оружие и боеприпасы. Это очередной шаг. Что он означает, если говорить о том положении, в котором сейчас находится Путин? Его армия принесла очень значительные потери за последние два с половиной года. Так что, возможно, это признак того, что положение Путина даже хуже, чем большинство людей считало до сих пор. Повторюсь, раньше Путин добивался от КНДР и Ирана передачи России оружия и боеприпасов. Судя по всему, сейчас ему нужно и больше людей. Если, конечно, задача этих военных будет участие в боях в Украине. Посмотрим. В этом смысле пока не все понятно. Это был министр обороны США Ллойд Остин. Сегодня же было опубликовано интервью Остина американскому телеканалу Fox News, в котором он выразил уверенность в том, что Украина способна победить в войне против России. Остин подчеркнул, что союзники будут продолжать оказывать помощь Украине, поскольку в противном случае опасность со стороны России будет угрожать и им самим. Один из вопросов по поводу вооруженного конфликта в Украине касался запрета, наложенного Соединенными Штатами на применение вооруженными силами Украины дальнобойных ракет Атакамс по военным целям на суверенной территории России. И вот что сказал Остин. Россия уже передислоцировала свои боевые самолеты за пределы радиуса действия ракет Атакамс. Но сейчас Украина в состоянии производить свои собственные дроны. Они очень эффективны. Они наносят удары на расстояние в 400 километров от украинской границы. И даже дальше. Фрагмент интервью телеканалу Fox News министра обороны США Ллойда Остина. Вчера, то есть еще до заявления Остина о том, что у США есть подтверждение присутствия военнослужащих КНДР в России, военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна было затронуто в рамках обсуждения ситуации в Украине в целом на заседании Совета безопасности ООН. И вот что сказал на нем заместитель посла США в ООН Роберт Вуд. Если Россия действительно обращается к КНДР за живой силой, это означает, что Кремль находится в отчаянной ситуации. Нам известно, что Россия терпит огромные потери на поле боя благодаря храбрости и эффективности украинских вооруженных сил. Россия не может продолжать свою агрессию без посторонней помощи. И это означает, что война прекратится, если Иран и КНДР перестанут предоставлять военную помощь, и если Китай перестанет посылать военные товары двойного назначения. Эти партнерства увеличивают риск для международного мира и безопасности далеко за пределами Украины, не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Это был заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд, посол России в ООН Василий Небензе. В ходе вышеупомянутого заседания Совета безопасности ООН в категоричной форме заявил, что Москва не допустит участия Украины в Североатлантическом Союзе ни в какой форме. А посол Украины Сергей Кислицы в свою очередь призвал международное сообщество не допустить, чтобы Украину заставляли идти на несправедливые компромиссы. Кислицы сказал об этом, говоря о плане мирного урегулирования нынешнего вооруженного конфликта. Есть первый пункт. Это действительно приглашение для Украины вступить в НАТО. Это станет сигналом для российского диктатора, что его геополитические расчеты провалились. Нельзя позволить России дальше эксплуатировать геополитическую неопределенность в Европе. Второй пункт – это оборона Украины. Она предполагает необратимое усиление украинского военного потенциала перед лицом агрессора. Это означает предоставление заранее согласованного списка вооружений, необходимых для достижения этой цели, укрепление украинской воздушной обороны, продолжение военных операций в обозначенных районах России и уничтожение российского наступательного потенциала на оккупированных территориях Украины. Если агрессор достигнет своих целей, это создаст предпосылки для новых завоевательных войн по всему миру. Украина открыта к дипломатии, но на своих условиях и с позиции силы. В основе нашей формулы мира – гарантии, что Украину не заставят пойти на несправедливые компромиссы. Говорил посол Украины Вон Сергей Кислица. И, как я тоже упоминал вчера в ответ на укрепление военного сотрудничества КНДР и России, Южная Корея стала рассматривать возможность оказания дополнительной военной помощи Украине и даже отправку в Украину своих военных советников. Возможно ли хотя бы теоретически, что новое столкновение армии Северной и Южной Кореи произойдет не на Корейском полуострове, а на фронте в Украине? Вот что об этом думается основатель расследовательской группы «Конфликт Интеллидженс Тим» Руслан Ливиев. В каком-то смысле такое вполне возможно. В принципе, опосредованно оно уже как бы и происходило, потому что Южная Корея, конечно, напрямую оружие не поставляла Украине, но она передавала свои артиллерийские боеприпасы Америке, а взамен Америка такое же количество боеприпасов своих отдавала Украине. То есть опосредованно как будто бы Южная Корея в этом участвовала. Я не думаю, что они прямо пошлют своих специалистов в плане, не знаю, там, солдат воевать, а то, что если они пошлют инженеров каких-нибудь или просто люди, которые наблюдают за войной, ну, Украине от этого ни холодно, ни жарко, то есть от того, что там кто-то присутствует, какой-то советник, как бы что-то поменяется, ничего от этого не поменяется, просто Южная Корея будет получать более оперативные данные, не более того. Здесь, скорее, большая речь сейчас идет, по крайней мере, в военно-аналитическом сообществе, как отрагируют Южную Корею в плане поставок именно военной, летальной помощи, потому что до этого они занимали позицию, что мы поставляем только нелетальную помощь, там, гуманитарную какую-нибудь помощь, бронежилеты, каски, а именно боеприпасы не поставляем. Возможно, эта ситуация изменится. Они могут начать поставлять артиллерийские боеприпасы Украине напрямую, могут поставлять различную бронетехнику Украине, тем более, что, кстати, у Южной Кореи есть некоторые типы российской техники. Например, танки Т-80У, которые Южная Корея покупала у России, и которые, если передать их Украине, там не требуется переобучаться. Это можно прямо украинцам сразу их отдать, и они сразу могут их посылать в бой. Боевые машины пехоты БМП-3 тоже у Южной Кореи есть, которые тоже украинские солдаты уже умеют ими управлять. Танковые ракетные комплексы Метис, бронетранспортеры М-113. В общем, в принципе, у Южной Кореи есть ряд номенклатуры, которые она может спокойно отдавать Украине, и это не будет требовать переобучения украинских солдат. Учитывая вот это подписанное соглашение между Ким Чан Уином и Владимиром Путиным, что теперь, если на одну из сторон пришлется какая-то там военная агрессия, то вторая ей моментально начинает помогать, то Южная Корея понимает, что если внезапно начнется новый виток сражений и конфликта между Северной и Южной Кореями, то Россия может быть в этом напрямую вовлечена. Поэтому, конечно, южнокорейским офицерам важно не только наблюдать, как ведут себя северокорейские солдаты на поле боя, современного боя 21 века, но и то, как в теории может происходить взаимодействие между двумя армиями, Северной Кореей и Россией, как Россия может помочь северокорейским солдатам, как это происходит, связь между такими вот подразделениями. Думаю, вся вот эта информация будет Южной Корее очень полезна. Вообще, впервые за все время полномасштабного вторжения мы видим, что выпускался прям официальный пресс-релиз Южнокорейской разведки. То есть до этого, когда поступала какая-то информация по войне от Южной Кореи, раньше это было в формате каких-нибудь комментариев южнокорейского депутата, который часто это комментировал, анонимно, какой-нибудь местной прессе. И таким образом мы узнавали, что Южная Корея говорит, что вот там Северная Корея поставляет боеприпасы России. А теперь вот вышел прям официальный пресс-релиз, вы можете зайти на сайт Южнокорейской разведки, там прямо документ висит, где они показывают, что впервые с 90-го года корабли военные Тихоокеанского флота России вошли в воды Северной Кореи для транспортировки солдат, что уже в России находятся полторы тысячи солдат, и сейчас есть спецназа Северной Кореи, а всего будет численность доведена до 12 тысяч человек. Они показали спутниковые снимки их построений в Уссурийске и Хабаровске в воинских частях. Но, конечно, со спутниковых снимков там особо не отличишь, где россияне, а где северокорейцы. Но уже есть видеозаписи, снятые с земли, где мы видим солдат такой восточной, азиатской внешности, получающие российскую форму. И некоторые корееведы, послушав их речь, сказали, что там слышно прям корейский язык. Некоторые даже уточняют, говорят, что там якобы северокорейский диалект. Поэтому на данный момент у нас, у команды САЙТИ, уже нет никаких сомнений, что северокорейские солдаты точно находятся на территории России. Пока что их не перебрасывали на западные границы, куда-нибудь там, в Курску область или Белгородскую. И тем более, пока что их нет еще на оккупированных территориях Украины. Мы еще неделю-полторы назад, когда нас об этом спрашивали, типа вот говорят, что есть такие слухи, что северокорейские солдаты. Мы с уверенностью говорим, что типа да нет, не может быть такого. Ровно по той причине, что ничего существенного в войну они привнести не могут, а проблем для России будет много. Ну потому что 12 тысяч человек, но это сейчас даже пророссийский ЗЭД-канал над этим как-то удивляется. Говорят, типа ну это что, две недели войны, что ли? Потому что даже если вспомнить заявление Владимира Зеленского, он говорил не так давно, что благодаря их операции в Курской области, они смогли отвлечь туда примерно 40-50 тысяч российских солдат. Ну на фоне таких цифр 12 тысяч человек корейцев, это вообще ни о чем. Что они могут сделать? Ну да, будет российским солдатам чуть полегче на определенном направлении. Но ожидать, что из этого, допустим, Покровск будет захватиться там считанные дни, ну конечно нет, такого не будет. Плюс вопрос, на какой бронетехнике они будут воевать, и будет ли у них вообще бронетехника или нет, тоже много в этом плане вопросов. А для России проблема начинается в плане того, что Южная Корея может изменить свою позицию и начать поставить вооружение напрямую в Украине. Плюс Америка может наконец-то дать добро на применение дальнобойных вооружений по территории России. Потому что Зеленский приезжал в Вашингтон, просил об этом, ему сказали нет. А теперь могу сказать, окей, тогда тогда да. Это был сооснователь расследовательской группы Конфликт Интеллидженс Тим Руслан Левиев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И еще одна тема, связанная с войной России против Украины, уже прославившийся своими видеороликами, командир дислоцированного сейчас в Курской области полка чеченского спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Аптиала Удинов, в очередной раз обрушился с резкой критикой на группу журналистов, цитата, работающих с явно чеченофобской направленностью, которые стремятся создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России. Если внимательно слушать их высказывания, создается впечатление, что все проблемы на этой земле связаны с чеченцами, часто звучат имена Ахмат и Апти Алаудинов, я намерен отвечать на их нападки, так как они этого заслуживают, и для меня они не представляют никакой связи с русскими или с Россией. Это та категория людей, которая работает на наших врагов внутри страны, написал Апти Алаудинов в социальных сетях. Ну, вообще из этого заявления следует, что объектом критики Алаудинова стали именно российские зет-блогеры и так называемые военкоры, хотя критиковал он и тех, кто находится за пределами России. Сам же Алаудинов, недавно сидя перед камерой в свитере с надписью «Команда Путина», привел по собственной инициативе, подчеркну это данные о числе тяжких преступлений, совершенных в Курской области российскими военными. Данные впечатляют, послушайте сами. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ввода Курской области и задал ему в лоб вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое-другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразумений Ахмада. Это был командир полка чеченского спецназа Ахмат Апти Алаудинов. Согласитесь, то, что кто-то заставил Апти Алаудинова назвать эти цифры, выглядит крайне маловероятным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шарагацкий. Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января будущего года. Такое решение приняла сегодня Палата представителей Белорусского парламента. Предыдущие президентские выборы состоялись в августе 2020 года. Инаугурация Александра Лукашенко, объявленного победителем, вопреки данным о массовых фальсификациях, прошла в сентябре. Согласно законодательству, новые выборы должны были пройти не позднее июля будущего года. Почему они назначены именно на январь, из-за чего нынешний президентский срок Лукашенко вместо пяти лет составит менее четырех с половиной, власти Беларуси не пояснили, отметив лишь, что это не противоречит закону. Лукашенко, который правит Беларусью уже 30 лет, официально пока не заявлял, что будет баллотироваться в президенты на седьмой срок. Однако комментаторы сходятся во мнении, что он не намерен уходить от власти и, следовательно, выдвинет свою кандидатуру, что он должен сделать в течение ближайших десяти дней. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Прошлые президентские выборы в Беларуси проходили в августе, сейчас вдруг в январе. С чем связана вот такая разница? – Действительно, это то, на что можно обратить внимание. Президентские выборы назначены на 26 января. Такое решение принято на заседание Палаты представителей. И это, очевидно, очень рано. Это на полгода раньше, чем заканчиваются президентские полномочия Александра Лукашенко. И тут можно только, ну, скажем так, высказывать версии, что, очевидно, Александр Лукашенко спешит. Он считает, что чем раньше пройдут выборы, тем лучше. Он, наверное, очень беспокоится о ситуации в экономике или о ситуации в войне России против Украины и так далее. Поэтому фактически назначил выборы на полгода раньше конституционного срока. И это было достаточно неожиданно, потому что считалось, что, может, они пройдутся в роли в марте. Но дата, объявленная сегодня, 26 января, она, что называется, даже опередила самые такие сенсационные прогнозы. И это говорит о том, что действительно Лукашенко хочет быстрее закрыть эту тему, как можно быстрее провести выборы по каким-то причинам, в результате которых он считает, что это следует провести как можно раньше. А что это могут быть за причины? Он опасается внутренних волнений, с другой стороны, вроде бы, оппозиция разгромлена, или какие-то проблемы могут быть у него со здоровьем, и с этим связана спешка? Конечно, многие говорят о том, и это очевидно, что на Лукашенко по-прежнему давит эта психологическая травма выборов 2020 года, когда сотни тысяч людей протестовали против его нелегитимного переизбрания, когда рабочие на заводах, которые он посещал, кричали «уходи» ему в лицо. И очевидно, что он до сих пор, даже при том, что каждый день проходят новые суды, появляются в Беларуси новые политзаключенные, при том, что в Беларуси сейчас сажают за лайк или за комментарии, которые уже даже были сделаны еще до 2020 года, уже появилась даже такая практика. При всем при этом очевидно, что он не чувствует уверенности в том, что все может пройти спокойно. И буквально репрессии даже не снижаются, а репрессии увеличиваются. Есть такая статистика, что количество судов в течение лета и осени увеличивается, и это больше, чем было в прошлом году, при том, что действительно внешне все спокойно. Но тут, конечно же, есть и возможные причины. Это здоровье, поскольку мы можем только судить о том, что мы видим. А мы видим, что у Александра Лукашенко и одышка, и очевидный тремор. И это все говорит о его состоянии здоровья. А другая, это внешнеполитические причины, поскольку если произойдут какие-то изменения, например, какое-то временное перемирие в российско-украинской войне, то, по мнению большинства аналитиков, это будет очень невыгодно. Лукашенко, он станет не так нужен Москве. И поэтому вот комплекс таких политических и внешнеполитических, и внутренних причин вынуждает его проводить выборы на полгода раньше. Ну а хоть какая-то перспектива того, что вдруг вместо него в выборах будет участвовать его преемник существует? Ну, действительно, во всей белорусской политической аналитике, публицистике есть несколько человек, которые до последнего отстаивали эту версию. Но буквально, если выборы объявлены 26-го, то в течение ближайших 10 дней по закону, по Конституции будет проходить выдвижение кандидатов. На это оставили буквально только 10 дней, и эта интрига будет снята. Лукашенко должен будет быть выдвинут в течение ближайших 10 дней. Однако люди утверждали, что он сможет выдвинуть преемника, но очевидно, что большинство событий говорит о другом. Лукашенко де-факто начал свою избирательную кампанию. Он чуть ли не каждую неделю посещает Дожинки. Это такой праздник сбора урожая, который Лукашенко ввел на такой буквально уровень всебелорусского праздника. И в этом году он уже посетил целых три праздника в разных регионах, раздает слонов избирательных, то есть он, например, принимает решения по пенсиям, по социальной помощи. То, что по всем приметам именно описывается как очевидная избирательная кампания. И в отличие от 2020 года, когда он встречался последние недели перед выборами с ОМОНовцами, силовиками, это была его единственная ставка, то сейчас он как раз пробует найти какую-то социальную поддержку вот этими вливаниями. Состояние белорусской экономики на сегодня достаточно нормальное. Есть экономический рост в этом году. И максимально, что можно, Лукашенко старается сейчас угодить всем социальным слоям. Так что очевидно, что он уже где-то с сентября начал свою избирательную кампанию. Назначение президентских выборов в Беларуси на конец января будущего года мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. И когда этот выпуск «Времени свободы» был уже практически смонтирован, стало известно, что Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2025 году. Время свободы. Родственники авиаинженера из башкирского города Туймазы Антона Сильванца подтвердили его гибель в авиакатастрофе в Судане 21 октября. Грузовой самолет Ил-76 был сбит предположительно участниками военизированной группировки силы быстрой поддержки в небе над Дарфуром. Солдаты этой группировки оказались первыми на месте крушения. Об этом свидетельствуют видеозаписи с места падения самолета. Кроме Сильванца на борту разбившегося лайнера предположительно находился еще один россиянин Виктор Гранов. Его таркетка, так еще называют Бейджики, оформленная в бишкекском аэропорту Манас, найдена на месте крушения. Согласно данным этого удостоверения, Гранов был главным инженером, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах авиакомпании Airline Transport Incorporation FZC. Согласно поступившим сразу после крушения Ил-76 сообщением, самолет базировался в аэропорту Манас в Бишкеке и был зарегистрирован именно в Кыргызстане. В том, так ли это на самом деле, разбирался и корреспондент программы «Настоящее время Азия» Манас Айжигитов. Как сбитый в Судане самолет связан с Кыргызстаном? Если бишкекский аэропорт Манас утверждает, что он принадлежал египетской авиакомпании New Way Cargo Airlines, и которая также была зарегистрирована в Кыргызстане, то в самой компании заявляют, что, во-первых, она не египетская, и, во-вторых, это вообще не их лайнер. На месте крушения самолета суданские повстанцы нашли и предъявили уцелевший паспорт гражданина России Антона Селиванова, а также документ бишкекского аэропорта Манас, оформленный на некоего Виктора Гранова. В аэропорту сразу же поспешили сообщить, гражданин России Гранов не их сотрудник. Такие таркетки получают не только сотрудники аэропорта Манас, но и также получают сотрудники компаний, с которыми сотрудничает аэропорт Манас. То есть, этот человек работает в авиакомпании, к которой заключен договор о наземном обслуживании с нами. Соответственно, у него есть вот эта таркетка. То есть, у него есть доступ к КВК, на перрон и на борьб самолета. По данным аэропорта Манас, Гранов является главным инженером эмиратской компании Airline Transport Incorporation. С ней бишкекский авиатерминал имеет договор о наземном обслуживании. Самого же Гранова, как летчика, ранее приглашали для перегона другого самолета из бишкека ВОЖ. Что же касается сбитого в Африке лайнера, то его, как выясняется, авиационные власти Кыргызстана выбили из реестра воздушных судов еще в начале этого года. В авиакомпании New Way Cargo при этом заявляют, что к этому самолету она сейчас не имеет никакого отношения. Первая, авиакомпания New Way Cargo Airlines является кыргызской авиакомпанией грузовой. Это первое. Второе. Данное воздушное судно L76 на протяжении 8 месяцев с 23 по 24 год проработало в Кыргызстане 8 месяцев под регистрационным номером EX76011. Мы работали с данным воздушным судном согласно договора аренды. 10 января к нам у руководства обратился хозяин воздушного судна и прошел год и он сказал, что мы расторгаем договор о аренды. Сколько же человек было на борту сбитого L76 до сих пор неизвестно. В СМИ пишут, что такой грузовой лайнер как правило обслуживается экипажем из пяти человек. Издание Forbes со ссылкой на суданские СМИ пишет, что на борту были как граждане России, так и Кыргызстана. Эту информацию власти в Бишкеке пока не комментируют. Неизвестной также остается информация о грузе, который находился оружие как раз для суданских мятежников. И те ошибочно сбили его ракеты. По данным же телеграм-канала МЭШ, россияне Гранов и Селиванов летели в этом самолете в Арабские Эмираты, чтобы там чинить другой самолет. Сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азии» в Бишкеке Манаса Айжигитова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.